Всем привет! Добро пожаловать на канал Languages from Canada. Меня зовут Галина, и мы с вами начнём серию уроков для начинающих. Первый урок будет по существительным, артиклям и прилагательным. Я научу вас строить фразы, используя эти три части речи. Давайте начнём. Следующая часть речи. Nouns – это существительное. Articles – это артикли. Артикли бывают двух видов – indefinite and definite. Сегодня мы будем выбирать indefinite articles, так как мы будем строить фразы, используя их. Следующие indefinite articles – a and an. Артикль a используется, если существительный начинается с согласный. Например, cat – кот. Если существительное начинается с гласный, например, в слове umbrella, мы используем артикль n. Например, for example, a – cat – кот, n – umbrella – зонтик. Артикль a and an – indefinite, неопределённый, имеет значение неопределённости. Ещё одно значение – это иметь в виду один, и он используется, когда мы говорим о чём-то в первый раз. Давайте рассмотрим больше примеров. Вот во множественном числе этот артикль исчезает. a – m и считается, что он становится нулевым. Когда мы употребляем существительный nouns во множественном числе, мы прибавляем окончание s. Например, давайте сделаем a – cat во множественном числе. Так как артикль a исчезает и становится нулевым, всё, что нам нужно сделать, убрать его и написать существительное cat – кот, и прибавить к нему окончание s. Например, cats. Если мы сделаем то же самое с артиклем n – an umbrella, мы убираем артикль и прибавляем окончание s к слову umbrella. Получается umbrellas. Теперь вы попробуйте сделать множественное число со словом pair. Если мы сделаем множественное число со словом owl. an owl становится… правильно, owls. Ещё существует другой артикль, это definite артикль, называется the. А, и он уже употребляется в единственном числе и во множественном числе, но у него немножко другое значение. Это мы разберём в последующих уроках. Давайте продолжим. Сейчас мы будем разбирать adjectives. Потому что для того, чтобы построить фразу, нам нужно использовать артикль прилагательный и существительный. И это будет до того, как мы научимся строить предложение. То есть мы начинаем с более простого и двигаемся к более сложному. Значит, adjectives – прилагательные. Что такое прилагательное? Прилагательное помогает описывать существительное для того, чтобы дать нам дополнительную информацию о нём. Например, прилагательным могут быть такие слова, как цвета, когда мы описываем что-то или кого-то. Так как существительное – это person, place or thing, person – человек, place – место, thing – вещь какая-то. То прилагательное помогает описать существительное. Например, прилагательное. Например, прилагательное. Red – красный. Orange – оранжевый. Good – хороший. Happy – счастливый. Old – старый. Young – молодой. Теперь давайте попробуем сделать фразу, используя артикль, неопределённый артикль, прилагательное и существительное. Так как прилагательное в английском языке стоят перед существительным, к которому относятся. Например, решила использовать слово old. Сначала мы напишем прилагательное. Old – олд. Следующее можем существительное. Из тех слов, что мы разбирали в предыдущей части существительных, я думаю, я хочу использовать слово owl – соба. Old – олл. Если мы так просто скажем, нас, конечно, все поймут. Но если мы говорим о грамматически правильной фразе, то нам нужно использовать артикль перед словом old. Если вы помните, артикль употребляется э-энд-эн. Э-э перед словами, начинающимися с согласной, эн-эн перед словами, начинающимися с гласной. Если у нас просто существительное, то это будет слово, которое начинается с гласной или согласно-существительной. Но так как мы используем прилагательное, чтобы описывать наше существительное, он, артикль, будет употребляться в зависимости от того, как начинается прилагательное. Так как прилагательное old начинается с гласной, мы будем использовать форму глагогу… форму, извините. Мы будем использовать форму an – an old owl. Давайте еще построим еще одну фразу. Например, используем слово happy. Я думаю, что одно из тех существительных, которые мы разбирали, можно взять слово elephant. Happy начинается с согласной. Поэтому мы используем артикль э-э-э-эппи-элефант. Надеюсь, вам понятно. Если вам непонятно, пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. A happy elephant. Мы еще можем построить что-то, но я буду использовать какое-то другое существительное, не из тех, что мы разбирали. Например, young. Можем использовать слово man. Men – мужчина, человек. Можно еще использовать слово person. Это более нейтральное слово. Это может быть и мужчина, и женщина. Young начинается с white. И мы используем э-э. A young man or a young person. Здесь будет артикль э-э. Я еще забыла сказать, что мы можем вспомнить, какие есть гласные. Например, гласные – это a, o, u, i, 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 and y. И why читается как и. Я уже зашла немножко в правила чтения. И если вы посмотрите, мы написали слово young. И young, да, why – это в английском языке для правил чтения считается гласным. Но если мы говорим об артиклях, даже если вы поставите n, то вы попробуйте произнести. Так как нам легче всегда произносить сочетание гласное-согласное. Из-за этого и существует такое правило, когда артикль э становится артиклем n. An old owl. Если вы хотите сказать с э, вам нужно будет сделать паузу. Из-за этого будет немножко сложно. Э, old owl. Если вы здесь попытаетесь сказать n, вам то же самое придется сделать паузу. An young man. Если вы говорите a young man, это намного легче. И здесь y имеет звук y. Поэтому мы используем артикль э. Давайте сделаем эти фразы во множественном числе. Например. Для того, чтобы сделать эту фразу во множественном числе, нужно убрать неопределенный артикль и написать следующее слово, это прилагательное. Так как в английском языке прилагательное не согласуется с существительным, они не добавляют никаких окончаний, это очень просто. Потому что мы пишем просто young, young, owl. Мы пишем существительное owl, и так как мы говорим о множественном числе, то мы добавляем окончание s. Можно еще перед словом young, young, owls добавить число. Например. Three young owls. Можно, конечно, написать цифру три. Но по правилам, если у вас цифры до десяти, обычно они пишутся прописью, письменной речи. Three young owls. Если вы еще не смотрели наш шортс с числами, не забудьте посмотреть. Можно давайте еще одну. Мы скажем десять счастливых слонов. Напишем слово десять. Это будет ten. Счастливых будет happy. И слонов. Для того, чтобы сделать множественное число, нам достаточно добавить окончание s. Сейчас мы обобщим, что мы сегодня разобрали. Какие части речи в английском языке. Мы разобрали articles. В частности, indefinite article. Следующее это было adjectives. Я пишу так, как они употребляются во фразе. Adjectives. Прилагательные. И следующее это nouns. Nouns. Существительные. Например. Еще один пример перед тем, как мы закончим урок. Не забывайте, что в конце, после урока, я даю задания. Они будут в описании под видео. Также в описании под видео будет ссылка на ответы на задания. Не забывайте делать. Например. Я хочу сказать интересная книга. Слово интересное, прилагательное будет interesting. Так как interesting начинается с гласной, нужно употребить артикль N. И книга это book. И книга это book. Вначале, а потом предложение нужно обладать хотя бы минимальным словарным запасом. Поэтому не забудьте смотреть наше видео. An interesting book. Интересная книга. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось наше видео. Писать комментарии с вашими suggestions, предложениями. И это помогает нам продвигать канал и записывать новые видео. Спасибо.